Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас на Радио Балком Культурная среда И на самом деле мероприятий С одной стороны много, с другой стороны мало Конечно, ко Дню Городу приготовили Различные мероприятия Особенно интересные В Домском соборе С 11 до 22 часов В субботу 15 числа Можно бесплатно посетить Домский собор И послушать концерты С 11 часов до 22.00 Это и прогулки по Домскому собору И концерты Органные концерты на Большом органе Будут в 13.00, 16.00 и 19.00 Будут выступать Лейна Андрета Канциема Йоланта Баринская и Лариса Царькова А также будут концерты Концерты в саду Домского собора В 12.00, 15.00, 16.00, 18.00 и 21.00 Сейчас там выступает большое количество Самых разных музыкантов И в частности Очень интересный саксофонист Айгерс Раумани С подробной программой можно ознакомиться На сайте Домского собора Ну и самое главное, что это концерты Бесплатный билет Нужно взять в кассе Домского собора Также в Домском соборе каждый день Кроме воскресенья концерты Пикколо В 12.00, ну и интересную программу Подготовили мы нашим трио Гидон Гринберг, Ирина Валькжанина И я, Елена Привалова Мы подготовили музыку кино Которое прозвучит как в настоящих сеансах Кино 14.00 в 19.00 и 21.30 И 15.00 в 18.30 и 21.00 И в гостях у нас виолончелистка Упскница Московской консерватории Преподаватель кафедры виолончели Ирина Валькжанина Здравствуйте В Булдарайской школе Да, добрый день Кафедра струнных инструментов Да, кафедра струнных инструментов И Ирина у нас двигатель нашей программы Музыка кино И, кстати, дорогие друзья Сразу говорю, что мы разыграем два билета На концерт музыка кино В субботу, 15.00 августа В 18.30 Первый позвонивший А, нет, не первый позвонивший Первый, кто ответит на правильный вопрос Кто написал музыку кинофильму Профессионал И получит два билета На наш концерт музыка кино 15.00 августа В 18.30 Телефон 672-12-939 Ирина Вот на самом деле я помню Когда мы начинали играть музыку кино Обе относились очень скептически К этой программе Вот у тебя сейчас изменилось отношение Именно к музыке кино Да, изменилось И когда мы примерно полгода назад Начали играть эту программу Больше Уже больше Да, и более тщательная работа была проделана И творческий процесс, скажем так Более интенсивным Да, то есть Мы использовали возможности органов По-новому Наверное так У нас есть звонок Первый Алло, здравствуйте Здравствуйте Да, вы знаете, кто написал музыку Я могу вопрос отвечать Да, пожалуйста Кто написал музыку кинофильму Энио Мориконе, насколько я знаю Да, всё верно Энио Мориконе Как вас зовут? Виктор А, Виктор, позвоните, пожалуйста После программы По телефону Запишите, пожалуйста 220 Подожди, подожди 220 929 220 929 2 9 2 9 00 00 Да, всё верно Звоните после программы После программы, да? Да, пожалуйста Спасибо большое Перезвонил Это мы Несложный вопрос, оказалось Совершенно несложный вопрос, да Мы не думаем, что так быстро На него ответят И дело в том, что Энио Мориконе Мы как раз Исполним В нашей программе Это музыка Кинофильма Профессионал И это Новинка Да, это новое сочинение Которое мы добавили И также будет ещё Музыка из крестного отца Нина Ротта Да, это музыка С одной стороны У каждого на слуху И тем сложнее Её исполнять Потому что одно дело Исполнить Академическую Увертюру К Грандиозную Увертюру К кинофильму Деть капитана Гранта Исаака Данаевского И другое дело Сыграть строго В академической манере Чтобы это было действительно Чтобы это был не ресторан А сыграть Нина Ротту И Нина Ротта И Энио Мориконе В такой академической атмосфере Потому что всё равно Музыка – кино Но у нас Это совершенно другой жанр Да Ну, он максимально Приближен к оригиналу Мы стараемся То есть симфоническое начало Чтобы было За счёт органа Ну, конечно же Струнные инструменты Придают некую Душевную теплоту И выразительность определенную Да И, как мы знаем В кино музыка Не просто Сопровождает картинку Но также является Полноценным участником Да Процесса Как жанра искусства И поэтому Я думаю Что композиторы Не зря соглашались писать Ну, крупные композиторы Да То есть, если брать 20-й век Да И Дмитрий Шстакович Ну, Прокофьев был первым Кто написал К фильмам из Эйнштейна Да Александр Невский И Иван Грозный Как я недавно узнала Что даже Синсанс Написал музыку К первому Даже успел Да В 1908 году И поэтому Ну, а вторая половина 20-го века Так там вообще И Шнитке И Сверидов И Очень многие обращались Арам Хачатурян И все эти композиторы Почти будут звучать В программе Нашей Музыка-кино 14 августа 19.00-21.30 Билетов, к сожалению, уже нет И есть билеты еще на концерт 15.00-18.30 И 21.00 Концерты заявлены у нас при свечах Но, конечно, антураж свечей будет Особенно отчетливо проявляться В вечерних концертах Да А дни все-таки 18.00-18.30 Еще достаточно светло Но музыка настолько красивая Что мы решили повторить ее Фактически как бы Свечи будут зажжены Но все-таки это будет впечатление Самое главное от музыки Но Для всех слушателей Также Новинка то, что установлено Экран И Несмотря на то, что музыканты Мы будем расположены на балконе Орган находится на балконе Всех нас будет видно Благодаря нашей большой команде Это Борис Переверзев И Павел Переверзев Которые будут снимать И Очень интересно Будет трансляция на экраны Пять камер, по-моему Пять камер, да Пять камер То есть разных ракурсов Фактически кино Фактически кино Да Но вообще музыка кино На самом деле, дорогие друзья Это жанр развивался С момента создания кино Когда было немое кино Были известные топеры Например, Дмитрий Дмитриевич Шостакович Прежде чем начать писать музыку Долгое время служил в кинотеатрах И играл импровизации И произведения Величайших композиторов Для того, чтобы сопровождать кино Это был определенный жанр И достаточно, мне кажется Сложное умение Для того, чтобы Да Насколько мне известно В Америке даже Ну, богатые кинозалы Могли себе позволить Целый оркестр То есть большая часть Музыкантов, профессионалов Была задействована Именно в этих оркестрах Для того, чтобы сопровождать кино Да И когда звуковое кино появилось То пишут, что Многие музыканты потеряли работу Да Потому что Слишком много было Но зато потом стали Музыканты Когда Кино появилось Созвучкой Музыка никуда не ушла И она стала только усиливать эффекты И появились мелодии И потрясающая музыка Которая осталась жить Даже после того Как Кино Можно сказать Кануло в лету Очень много Кинофильмов Которые сейчас Никто не смотрит А музыка Вошла Можно сказать В шедевры Классической музыки Это и произведение Энио Мориконы Который К сожалению В этом году скончался Он написал Огромное количество Можно сказать Модным словом Саундтреков Ну да Именно так Потому что Эта музыка Потом прямым ходом Отправлялась на радио И эти все И увертюры Ну или как назвать Да И песни Песня кстати Очень была тоже Востребована И поэтому Они продолжали жить А некоторые фильмы Да Не так часто смотрят Да И вот Энио Мориконы Как раз Начинал Сначала Как аранжировщик Он готовил Для кинофильмов Нарезки Самых различных Произведений Из мировой классики И лишь Когда ему Исполнилось 22 года Он начал Пробовать себя Уже в качестве Композитора И постепенно Начал писать Свою музыку И создал Вот эти шедевры Кинофильмов Профессионал Миссия И очень-очень Много произведений Именно Уже серьезного Жанра Написаны Для симфонического Оркестра Мод достать Безумно сложно Мы Фактически Даже не знаем Где их Можно достать Готовы заплатить Безумные деньги Лишь бы найти Все эти произведения Потому что Все то что гуляет В интернете Это какие-то Жалкие обработки И это действительно Очень сложно И потом нам Всегда перед каждым Концертом Предстоит огромная работа Для того чтобы сделать Самим Большую аранжировку И здесь как раз Ирина Валикжайна Наш сегодняшний гость И участница концерта Проделывает колоссальную работу Потому что она прослушивает Как звучит произведение В оригинале В фильмах Или Симфонический Обработок И затем Уже делает Корректировки В наше исполнение Получается На выходе Очень интересно Вот Ирина Интересна тебе Эта работа Насколько Тебя она захватывает Фактически Это уже Можно сказать Именно аранжировщик К моему Тоже удивлению Она меня захватила Когда мы играли Это первый раз И Как-то так Получилось Что Орган Настолько Широкие возможности Дает Что можно Изображать Любой инструмент Фактически Включая гармошку Включая Любой духовой И тут Тути оркестровой То есть Когда действительно Лена включается Регистры То Приближается К Тути Симфонического Оркестра И тут Большое поле Для творчества И Интересно Отслушивать Эти репетиции То есть Мы всегда Кладем внизу Устройство Которое Записывает Нашу репетицию А после Уже Слушаем И Я слушаю И Да Но Эренда Очень скромна Потому что Обычно Мы кладем Мы потом Отслушиваем Нет Это все делает Ирина сама То есть Она целиком Все отслушивает Программу Вносит изменения И это Колоссальный труд Потому что Наши репетиции Например Занимают Три-четыре часа Это одна репетиция Потом она ее Полностью Отслушивает И В начале Каждой следующей Репетиции Мы уже Знаем Что нам Делать дальше Потому что Она все это Потом выписывает Нам Подчеркивает Что нужно Изменить Потому что Потом Когда это Получается Похоже Очень большое удовольствие Да Действительно Произведение Становится Вот из нашей программы Мы кстати К сожалению Выключили Из программы Потому что Невозможно Все сыграть Мы включаем Что-то новое И сыграть Все невозможно В этот раз Не прозвучат Произведения Шнитки Шостаковича И такие Академические Композиторы Написавшие Потрясающую музыку Кинофильмам Ну вот Из того Что останется Ирина Какое твое Любимое произведение Вот Лично для тебя Какое больше всего нравится Ну наверное Где мое соло Мюнхгаузен Да Мюнхгаузен Да Это потрясающая мелодия Кинофильм Алексей Рыбников Да Барон Мюнхгаузен Вот мое любимое Наверное То есть Я не могу сказать Что вот Мне там Очень нравится играть Но мне кажется Произведение Которое Характеризует Дух нашего трио Это Гидон Гринберг Ирина Валюкжайна И я Ирина Привалова Это произведение Евгения Доги Кинофильма Мой ласковый Нежный зверь Вальс Это наверное Действительно Этот вальс Который мы Исполняем И он вот как будто Вот В стиле Именно нашего Трио Хотя вся музыка Вот И открывает Нашу программу Прелюдия К Шерлоку Холмсу Дашкевича Это действительно Очень яркая музыка И вот тоже Каждый раз Думаешь Что убрать Из программы Чтобы включить Что-то новое И вот например В этот раз Мы будем играть Профессионал Энио Марикона Музыку К профессионалу И Нина Рота Крёстный отец И Чтобы это включить И например Мы из предыдущей программы Взяли ещё Альбинония Даже Которая Лидер И является лидером По использованию Музыки в кино И для того Чтобы как бы Всё исполнить Оказывается Нужно что-то От чего-то отказаться Вот И каждый раз Сложно От чего именно Отказаться И музыка Настолько яркая Настолько красивая И настолько она уже хорошо Нами сделана Сыграна Что всегда Очень жалко Что-то убирать Ну ещё кажется Что они такие маленькие Три минутки Две А работа Гигантская То есть обычно Когда играешь Большое сочинение То мыслишь А тут приходится Каждую миниатюру Выстраивать И очень жалко Их потом Сокращать Ну и действительно Нам для того Чтобы сыграть Миниатюру на три минуты Только подготовить Регистровку Даже не то Чтобы нам её подготовить Выучить Вместе сыграть Потому что каждый Сам занимается А потом мы сыгрываемся В ансамбле Но для того Чтобы только сделать Регистровку У нас хоть час На одну пьесу Представьте Дорогие друзья Три минуты А уходит целый час Чтобы сделать правильно Выстроить драматургию Произведение Этого маленького Конечно Это важно Когда перерывы Между пьесами Чтобы люди Тоже Слушатели знали В этот момент Ассистент Елена Очень оперативно Выключаем Дорогие друзья У нас сейчас будет Небольшая рекламная пауза После которой будет Вторая гость Наша передача А сейчас у нас была Ирина Валикжанина Виолончелистка Выпускница Московской консерватории Ныне Режанка И преподавательница И заведующая Кафедрой Струнных инструментов Балдырайской музыкальной школы И мы вместе Приглашаем На наш концерт 14 августа 19.00 21.30 И 15 августа 18.30 21.30 На концерты Музыка Кино Концерт При свечах 21.00 21.00 21.00 Да, правильно Ирина всегда Меня поправляет Она все знает Спасибо, дорогие друзья Спасибо, Ирина Что нашли время К нам прийти Спасибо, всего доброго И в гостях у нас теперь Следующая гостья Хорошо известная вам Инна Давыдова Здравствуйте, Инна Добрый день Инна у нас Сподвижник Классической музыки В Риге Такое количество концертов Которые она создает И в Риге И в Юрмале Просто достойно восхищения К сожалению В этом году Отменился большой фестиваль В Юрмале Но продолжает Свою деятельность Концертная И концертная жизнь Продолжается В камерном зале Артиссимо И там проходят Такие замечательные концерты Выступают Потрясающие музыканты О которых сейчас Как раз и расскажет Инна Рассказывайте Приглашайте наших слушателей Да, действительно Наш концертный зал Распахнувший Свои двери Неполный год назад Сейчас, конечно же Стал очень нужным Для слушателей Поскольку Уютное пространство В самом центре старого города С чудесной атмосферой С великолепными видами Из окна С изумительным роялем С гостеприимными хозяевами Ну и самое главное Конечно музыка Ради чего все туда приходят Это тот монок Который Привлекает к себе Каждого интересующегося Классической музыкой Или смежными жанрами Или джазом Поскольку наше художественное помещение Оно пригодно Оно пригодно не только для классических концертов У нас проходят там и джазовые вечера И поэтические вечера У нас бывали И вот как только нам разрешили Мы в июне сразу стали приглашать Одни из первых Одни из первых И мы августовскую серию Уже запустили И в эту пятницу У нас концерт На который я пригласить не могу Потому что он распродан Да Но рассказать об этом концерте могу Поскольку главный персонаж Этого действия Это изумительный Саксофонист Айгар Рауманис С которым я сотрудничаю Уже 8 лет Даже не только сотрудничаю Мы дружим И я его заметила И стала к себе приглашать Когда он был еще учеником Детской музыкальной школы Стоит отметить Что Айгар Рауманис Он еще не окончил Латвийскую академию Да Он последний год как раз учится Поэтому представляете Дорогие друзья 8 лет назад он уже начал концертироваться Да, да, да И он первый год у нас Как раз наш фестиваль Абанти Проходил в здании Музея Рижская биржа И он там давал практически Сольный концерт Что интересно Что ему аккомпанировала Его преподаватель Который оказался Не только хорошей Саксофонисткой Но и отличной пианисткой Ну а он Кстати не только играет Он же еще пишет музыку И очень Вообще очень творческая личность Он создает Разные Новые Музыкальные образования Дуэты С трио Квартеты И вот тот концерт Который мы в эту пятницу Предлагаем Это будет уже повторение Июньского Потому что Это тоже был аншлаг Тогда тоже был аншлаг И многие не попали И вот мы сейчас повторяем Пока можем Именно эту программу Потому что с ним вместе Будет выступать Тарай Саксофонистка Которая обычно живет в Швейцарии Она там учится А сейчас Вынуждена Осталась в Риге На долгое время Поэтому они могут Играть дуэтом И это было Такой моей сверхцелью Поскольку Несколько лет назад Они у меня играли В Орегу На открытой сцене И поразили меня Своим дуэтом Ну что я буду сейчас Рассказывать Этот концерт Уже Надо сделать еще один Два билета По-моему у нас Два места осталось Надо сделать еще один Ну вот посмотрим Потому что у нас Тоже У Айгор Айгор очень занятой человек У него очень много Концертов Концерт на концерте Концерт на концерте Но это особенная программа Достаточно пестрая Но как-то удивительно Слаженно выстроенная Как музыкальный калейдоскоп Да Но в ней вот есть Своя внутренняя логика И потом обаяние Самих музыкантов И пианистка очень хорошая Герта Хансенс Который мы из одного Гнезда Мы учились у одного Профессора в консерватории И он сам Айгор Он рассказывает о музыке Рассказывает об этих сочинениях И в этом есть такой шарм И такое Обаяние непосредственности И все-таки молодости Что очень важно А на следующей неделе У нас два концерта Тут мы сразу зарядили два И я думаю Что у нас будет два аншлага Это Трио Марка Веленского Замечательный музыкант Которого я тоже заприметила Уже несколько лет назад И он в наших концертах В фестивале Аванти Принимал участие Ну вот сейчас он уже Как взрослый Зрелый Самостоятельный музыкант Тоже еще очень молодой Молодой Он только окончил Только окончил Да Ну вот он мне сказал Что у него в планах Писать работу научную И вообще он чувствуется Такой человек Он очень глубокий музыкант Да И такой С одной стороны Тонкий А с другой И понимающий Как бы Приемственность Вот всего Что в музыке происходит А с другой стороны Молодой Современный человек Поэтому они микшируют Играют Баха и Пьецолу И вот мы вас всех приглашаем На следующей неделе У нас два концерта В среду и пятницу 19 и 21 августа Какие программы? Вот программа называется Баха и Пьецола Контрапункт То есть это одна программа В среду и в пятницу Одна и та же программа В среду и в пятницу И они играют Баха Играют Пьецолу Микшируют их И играют все это Естественно в обработках Но что касается Баха Я знаю что будет звучать Таката и фугаре минор И ария из суиты Естественно знаменитая Но все это будет В новом звучании И очень помогает то Что в этом трио Играет аккордеонист Савва Зих Очень талантливый Закончивший тоже в этом году Консерваторию И конечно в этом смысле Я имею ввиду Для этой программы Аккордеон очень важен Поскольку Для баховской музыки Он необходим Как инструментальная краска Напоминающая орган А что касается Другой части программы Пьецола Ну какой Пьецола Без банденеона Или хотя бы Аккордеона И контрабас Это конечно Основа Поддержка Бас Ритм И вот мне кажется Что это Такое яркое соединение Оно будет интересно И нашим слушателям В зале Артисима Эти музыканты Будут выступать впервые Но они с радостью Откликнулись На мое предложение И Думаю что Для многих слушателей Это станет открытием Собственно мы постоянно занимаемся тем Что мы Открываем новые имена Что латвийские Что зарубежные Нашей публики И Кто-то мне сказал Я говорю Знаете будет очень хороший концерт Кто-то мне сказал Инна я хожу на ваши концерты 25 лет Я не помню ни одного плохого Это действительно Инна Давыдова Это Знак равенства качества Да Это очень приятно Но вы знаете Конечно когда Ты настолько Ограничен В своем выборе Все-таки мы сейчас живем Очень замкнуто То Предлагать что-то особенное Не столь просто А повторять чьи-то Зады Мне не интересно Поэтому Даже если приходят Те музыканты Которые уже где-то В других местах Известны И много выступают Я их прошу Предложить мне Какие-то особенные программы С другой стороны Несколько случаев таких было Когда Музыканты По моему приглашению Приходят посмотреть зал И говорят Вы знаете Мы старую программу Тут не будем играть Мы должны Для этого зала Придумать что-то особенное Это так трогательно Потому что Сколько я играла В разных залах В своей жизни Мне даже не приходило В голову Естественно Приходишь Приезжаешь Со своей программой И ее играешь Но местные Поскольку у них есть Возможность играть И в Межоттный Спилс И в Не знаю В доме Черноголовых Малой гильдии В музыкальном доме Дайла Еще где-то В Таллина Сквартал Очень много же разных мест И в каждом Есть своя прелесть Свои особенности Своя неповторимость Есть она и у нашего зала Но поскольку он Все-таки очень Изысканный По интерьеру Вот пришел к нам Например Рейни Зарин Шпианист Так он прежде чем Сесть за рояль Он полчаса ходил Просто по всем Этим помещениям Потому что действительно Помещение очень изысканное И оно диктует Как бы И отношение Публики К тому К чему она себя готовит И на что она пришла И самих музыкантов Тот же Рейнис Полтора часа Потом сидел И играл На нашем рояле Потому что я его Завлекла Естественно тем Что у нас хороший инструмент Все-таки он большой музыкант И На любом инструменте Он играть не будет И он играл полтора часа Я так Слушала что Слышу Бетховен Потом слышу Шуберт Потом слышу Дебюси Потом слышу Переложение Вагнера Смерти Зульды Думаю Что же он выберет Что же он будет У нас играть А просила я его Как одна из идей У меня была Современная музыка Кое-что специальное Я знаю Он это очень хорошо делает И он поиграл Поиграл И потом сказал мне Нет Современную музыку Я здесь вообще Не вижу Не слышу И не чувствую Ну я понимаю Он играл Подняв глаза И глядя на Нашу роскошную Хрустальную люстру Как-то не хочется Там играть Современную музыку Видимо Он говорит Инна Ну такие Югендовские рамы Эти белые Занавеси Которые Качаются Под порывами ветра Ну действительно Так и есть Потому что он пришел Было очень жарко Вот здесь такой Романтичный настрой Ну какая современная музыка Я придумаю Что я у вас буду играть Правда я еще не знаю Что он придумал Но уже знаю Когда будут концерты В конце сентября 23-го и 25-го Два концерта подряд Ну я знаю случаи Когда даже можно Написать карт-бланш И не объявлять программу Человек придет и сыграет Поскольку его Настолько публика любит Что уже сейчас Просто идут слушать его Просто идут слушать его Да Но мне-то как музыканту Само интересно Что же нас ждет Поэтому я надеюсь Что он Скажем Может быть на следующей неделе Мне уже эту программу Предоставит Я понимаю Что там будет Классицизм и романтика Как я это вижу А у нас Хотели спросить Хотелось предложить А может быть Разыграем билеты Для наших слушателей На ваш концерт В среду Или в пятницу На Марко Веленского На Марко Веленского Мы можем предложить Два места На следующую пятницу Хочу сказать Что билеты стоят 20 евро Что в цену билета Входит угощение С вином Поэтому Если вы выиграете Это будет Большой для вас Приятный подарок Действительно Очень большой подарок Очень серьезный Дорогой Дорогие друзья Мы разыгрываем Два билета На концерт В камерном зале Артиссимо Будет выступать Трио Марка Веленского Это Марк Веленский Саввы Зих И Павел Трофимов Контрабас И в программе Бах И пьет соло Начало концерта В 19 часов В 19.00 Обычно После шести Начинают уже приходить Потому что Можно очень приятно Провести время До концерта Можно получить Первый Позвонивший В нашу студию По телефону 672-12-939 Это концерт В концертном зале Артиссимо Трио Марка Веленского Звоните Дорогие друзья У Инны Давыдовой Прекрасные концерты В этом камерном зале Я хотела узнать Еще Инна Не планируете ли вы Там делать Свои лекции Потому что Вы читаете В библиотеке Мне кажется Все-таки Сам Бог Велел В своем Камерном зале Сделать цикл Какой-то Вы знаете Мы сейчас Над этим размышляем Я сейчас Обязательно Об этом расскажу Хотела напомнить Нашим слушателям Что 27.00 Абгуста Это через две недели У нас состоится Тоже повторный Концерт Максима Бусова С Хитами Эстрадными Американскими И французскими Да Он тоже был в июне Или в начале июля Прошел просто с огромным успехом Но у него не было времени Все-таки он же очень занятой человек И сейчас у него премьера Только что Еще идет сейчас премьера На Ханза Перронс Три сестры Ну вот Единственное число Которое он нашел Это 27.00 Очаровательная программа Изумительный пианист Аустрис И Очень приятная Общая атмосфера Создается Кто-то нам позвонил Да Алло Здравствуйте Алло Здравствуйте Да Вот хотелось бы Получить билетики Да Как вас зовут На концерт Евгения Ага Позвоните пожалуйста По моему телефону После передачи 220-929-00 Так 929-00 929-00 929-00 929-00 929-00 Пожалуйста Ну вот видите Как хорошо Этих двух билетов Уже нет Ну а их-то всего 40 Всего-то 40 Да И там уже пятница Тоже такой большой интерес Среды Концерт Билетов на среду почти нету Поэтому Мы предлагаем Поторопиться Ну вот посмотрим сейчас Посмотрим Всегда можно успеть Это сделать Или Предложить им Следующий концерт Через неделю Хорошо когда свой зал Ты можешь сам Можешь сам Корректировать Можешь сам Да И вот концерт Марка Простите Максима Бусова Состоится 27 августа И на этом Наша августовская программа Будет закрыта Но в сентябре Мы продолжим Что же касается Наших лекций Моих лекций То Я вот сейчас Как раз и размышляю Над тем Делать ли мне их Рассаживая людей Через одного В В библиотеке Или по другому К этому в этом году Отнестись И делать для Более узкого круга Хотя в своем зале Но дело в том Что это опять же Два разных Это разные лекции Для разных людей Для разной аудитории Все таки Туда В библиотеку К нам приходили Люди разных поколений И это были Семейные Такие Встречи И поэтому Программу я подбирала Соответственную Что касается Наших встреч В Зале Артисима У меня есть идея Сделать Такие музыкальные Встречи С моими Рассказами Комментариями И живой музыкой По тем Темам Которые я сейчас Записываю в онлайн И это Скомбинировать Потому что Мне кажется Это очень Интересным В прошлом году Когда я Провела Несколько Лекций В галерее Грата Люди потом Подходили Ко мне И спрашивали Нет ли Записи Что они Вот сейчас Послушали Два часа А они хотят Потом еще Что-то Мое Послушать А у меня Ничего не было А вот теперь Есть такая Возможность И работа Конечно Не идет Так быстро Потому что Записать Такую лекцию Это Ну это Серьезная Подготовка Очень И Потому что Тот результат Который Выходит Скажем На экран Понятно Что его Можно потом Корректировать Но ты понимаешь Что ты никогда Уже это не сделаешь Поэтому хочется Сделать максимально Все что возможно И получается Такие часовые Фильмы С моим Рассказом С живой музыкой Иногда она за кадром Иногда она выходит На первый план И с картинками С какими-то маленькими Видео Но это все Пока связано Вот первые темы С композиторами Отдельными И Мне кажется Это было бы интересно Человек приходит На живой концерт Где Скажем Полчаса звучит музыка Полчаса я рассказываю А потом получает Еще часовую лекцию Немножко другую В другом ракурсе Как бы Вот эта же тема Раскрывается Мне кажется У этого есть Перспектива Вот наверное Об этом мы будем думать Плюс к тому Конечно Мы будем делать Концерты для детей Отдельно Вот я как раз Хотела спросить Да Потому что сейчас Особенно После карантина Вот эта область Совершенно Выпала Из поля зрения Организаторов Не пойти в театр И дети Фактически Если взрослые Как-то на концерты Ходят То у детей Вообще нет Никакого Культурного воспитания Да Да И мы это будем Обязательно делать Я даже думаю Что не стоит Мне сейчас Еще Помните Очень сложно Перестроиться Во всем То есть сейчас Приходится Перестраиваться Во всем Если раньше У меня Были Был зимний Фестиваль Если говорить О зимнем сезоне Был зимний фестиваль Он шел с ноября По февраль Следующего года Я сейчас Ну Даты у меня Запланированы Но я Меня слушатели Поймут Я в подвешенном состоянии Я не знаю Разрешат Не разрешат Будет Не будет Это даже не ползала То что сейчас Разрешают Сейчас разрешают Ползала Но скажем У меня есть музыканты Которые Которые очень хотят Приехать И есть шанс Что они могут приехать Но я не знаю Как мне С этой половиной Зала Ну это просто Вы не сможете Окупить Ну все Вот это Сказать Сбалансировать Я бы так сказала Это действительно Очень сложно Потом есть страх Что если у человека Тур И он до меня Например В каких-то Средиземноморских Странах А у меня С одним музыкантом Такое происходит Что будет там Осенью Да Неизвестно Понимаете Очень не хочется Думать о плохом Но сейчас Такой период Когда Надо быть Очень мобильным Ну слава богу Что я всегда Была такой И Быстро умела Принимать решения И быстро умела Перестраиваться И вот сейчас Конечно Для детей Мы будем делать Мы хотели И в прошлом году Но я вот говорю Что раньше было так У меня есть зимний фестиваль У меня есть концерты Лекции В библиотеке И поскольку Еще много всего происходит И многое надо делать Стратегически Наперед То Не хватает Просто Эмоциональных сил Для того Чтобы еще Выйти к детям Ты же должен к ним выйти Свежим И абсолютно полным Чтобы тебе было Чем их насыщать Ты еще и продумаешь Программу Конечно Это дуэт Саксофонистов Айгерс Раумнис И вторую девушку Как зовут? Забыла имя Фамилия Петенько Вдруг выпало у меня имя Очень неудобно Если она меня слышит И пианистка Герта Хансен Герта Хансен Пианистка В следующую среду И пятницу Выступает Уже ставшая Известным В реге Трио Марка Веленского Марк Веленский Савва Зих Кордеон И Павел Трофимов Контрабас У них программа Бах И Пьет Соло На эту программу Еще есть Буквально Несколько билетов На концерт В пятницу И концерт 27 августа Где будет выступать Максим Буссел Со своей программой Хиты Зарубежной эстрады Там в основном Американская музыка Но есть и французская тоже Да Билеты на первый концерт Можно сказать Разлетелись Как пирожки Разлетелись Да, это точно И следующая программа Будет неизвестная Поторопитесь С покупкой билетов Но, кстати В камерном зале Еще абсолютно Волшебная обстановка Там приходишь заранее И на некоторых концертах Предлагают Бокал вина Да И то есть После концерта Самое главное Можно пообщаться С музыкантами Высказать свое восхищение Поделиться впечатлениями В этом антураже И пообщаться С самой Инной Давыдовой Которая является Зачинателем Всего этого мероприятия Дорогие друзья Ходите на концерты Классической музыки Ходите в камерный зал Артисимо Встретимся с вами В следующую среду С вами была Елена Привалова И в гостях у нас Инна Давыдова До свидания